приветствую вас дорогие друзья на этом канале и сегодня я хотел бы вам показать записать новое видео по поводу того как собственно играть в игру mxbikes рассказать про тонкости ее управления так сказать я уже наиграл побольше тогда когда записывал первое видео я всего лишь месяц за месяц уже где-то так наиграл а сейчас уже прошло побольше времени поэтому кое-что новое я узнал это могу вам рассказать значит начнем с чего давайте начнем с ответов на самые главные вопросы которые задают часто игроки в эту игру можно ли играть эту игру на клавиатуре самый распространенный вопрос ответ естественно нет потому что это просто были я не знаю мучения какие-то садомазохизм по-другому это никак не назовешь то есть как сказать вы когда когда вы будете играть на клавиатуре вы не сможете нажимать кнопки так как вы могли бы это делать плавно на геймпаде то есть у вас будет очень очень резко и за машинами то есть на геймпаде это просто это самое что фифу играть на клавиатуре все равно что я не знаю в mortal kombat на клавиатуре то есть вот это вот примерно такой же эта игра числа для геймпада создавалась поэтому не получится так сказать поэтому к сожалению раскошеливайтесь доставайте свои шекели и закупаетесь геймпадами второй вопрос звучит он можно ли как вообще играть на чем играть можно ли играть на пиратке или надо вот лицуху обязательно лицензионную версию игры понимаете в чем дело дело в том что в лицензионной версии игры у меня допустим сейчас вот я сейчас играю на пиратке в данный момент но по рассказам тем тех кто купил лицензионную версию игры на лицензии немножко поменяли управление сделали его более тщадящим по отношению к игроку то есть играть стало немножко удобнее и проще а это нам и надо в данный момент игра стоит 400 рублей где-то так я пополню кошелек с тем не могу потому что ну санкции все дела короче говоря и и сождать скидок если я не знаю бывают ли скидки на игру которая находится в раннем доступе но если будет то я возьму мне как раз хватит чтобы эту игру купить я хотел бы купить но пока что нет такой возможности а так играйте только на лицензионной версии игры играйте только с геймпада идем дальше значит в принципе из того видео что я говорил год назад поменялось но не сильно много во первых что стоит упомянуть так это то как ездить как ездить быстро вообще способ который позволит вам ездить быстрее чем как профессиональные игроки в эту игру как как ездить очень быстро очень просто для этого надо достаточно отключить автоматическое управление передач настройках игры то есть отключить эту функцию потому что у меня бывали такие ситуации когда я допустим там ехал на пятой скорости допустим или там на четвертой заехал на горку и мне пришлось избавить скорость я сбавил скорость и ну а у меня как бы мотоцикл продолжает ехать все время на этой вот пятой скорости на четвертой то есть понятно что он будет ехать медленнее то есть по логике надо снизить передачу и тогда мотоцикл быстрее поедет вверх но игра это не делает то есть придется вам включить функцию ну честно говоря она не так уж и сложно играть ну вручную переключать передачи я попробовал два-три раза проехался и принципе привык к управлению потому что вот здесь бы я бы в этом участке ехал бы там я уверен на четвертой скорости где-то игра у меня так бы поставил передачу там где надо ехать на маленькой скорости игра это не учитывает как бы она все гребет в одном направлении приходится ездить медленнее а вручную у вас так не получится будете ездить гораздо быстрее поэтому ездите без помощи отключать эту помощь второе что следует упомянуть то что здесь в этой игре гораздо вам придется очень часто прожимать кнопки управления телом ну точнее весом гонщика и управление мотоцикла то есть ну не получится просто сидеть в тупую играть как я не знаю ну помните была игра есть такая игра верно называется mxgp там в этой игре управление весом гонщика я не знаю зачем оно добавлено но оно влияет ровно счетом ни на что у меня даже хуже мотоцикла на себя когда я пробовал управлять весом гонщика то есть здесь это не получится здесь придется постоянно кнопки эти при поворотах вот я сейчас поворачиваю направо я руль поворачиваю направо гонщика тела вес гонщика наоборот в противоположную сторону я поворачиваю направо получается тело вес гонщика поворачиваю налево чтобы ну создать так сказать упор так весом гонщика потому что если я в эту же сторону поверну то у меня мотоцикл еще сильнее повернется в бок я свалюсь таким образом можно выравнивать просто как бы вес мотоцикла и все что еще сказать когда вы прыгаете я вот еще посмотрю тоже зарубежных игроков как они играют что конфиге их смотрю и так далее когда вы приземляете допустим вы сейчас будет момент на трамплине прыжки сейчас покажу вот я прыгаю и когда прыгаю приземляться надо колесом задним вернее переднее колесо надо держать кверху чтобы вы не свалить потому что если вы будете одновременно двумя колесами приземляться на землю ваш мотоцикл бросит сторону на большое расстояние и есть вариант просто не удержать его потерять управление на мотоцикле то есть в реальной жизни так это работает или нет но вот игра от вас хочет чтобы когда вы прыгали вы приземлялись на заднее колесо передние просто держали повыше сейчас будет еще один такой же момент вот когда я так приземляюсь мотоцикл просто его идеально ровно он приземляется на землю вот опять же я сейчас сам себя перегоняю потому что тот прошлогодний я ехал на автоматической коробке передач сейчас не сложно говорить одновременно играть скорость лучше переключать тогда когда вы едете прямо скорость можно переключать когда вы в поворотах этого лучше не делать лучше не отвлекаться всякие вот неровности дороги потому что вы свалитесь что еще здесь очень часто бывают такие моменты когда ну это простая карта здесь такого нету на определенных участках дороги бывает стоят как бы так назвать кочки но я не знаю как это называется кочки в общем запустить отдельную какую-нибудь карту вам показать просто ну знаете вот как как бы это объяснить участок дороги он таки старик с такими зубчиками какими-то типа такая неровная дорога и блять как объяснить это найти просто и показать на думаю уже догадываетесь о чем я на все таки вот на на обратно по этой карте я не знаю ездил только по заданному маршруту в общем когда вы будете ездить и перед вами будет стоять кочки опа поняли да нет не понял вот кстати что не бесит в этой игре ухты вид руганища что мне бесит в этой игре это то что это скорость 500 километров час когда вы падаете когда вы падаете вам приходится смотреть как ваш гребаный мотоцикл еще какое-то время проедет впереди вас блять это так бесит то есть падать вам в этой игре придется часто и вот каждый раз уже смотреть как мой мотоцикл лихит на земле господи дайте я не знаю премию тому кто придумает мод который уберет это сраное ограничение чтобы я не смотрел как мой мотоцикл лихит по земле чтобы сразу автоматически зареспавнился за такая драчня это больше раздражает и приводит игроков ярость заставляет кидать игру что еще хочу вам сказать по управлению так вот когда перед вами кочки появляются вот эти вот я смотрел видео иностранного игрока он в общем в этот момент советуют вот типа вот вот такие вот вот такие вот херни которые сейчас были только вы поняли что я имею ввиду вот такие же херни что тут были только очень большие их очень много когда вы вы короче говоря к ним подъезжаете перед тем как вы коснетесь первого первую такую маленькую ямку вам нужно вес гонщика наклонить вперед то есть вот сюда вперед наклонить и тогда вы пролетите их давайте я сейчас поставлю видео на паузу я сейчас покажу вам что я имею ввиду пример загружу другую карту и покажу этот момент чтобы вам было удобнее и так вот эта карта про которую я говорю сейчас будет это эти вот сраные кочки вот они здесь вот они здесь они видите маленькие побольше вот есть способ как пробегать очень-очень-очень быстро так сказать не замедляясь я сам покажу это это вот будет определенный момент здесь вот он где-то кажется здесь надо бы сейчас мне здесь сделайте сночку так смотрите как проезжаем эти кочки вот они сейчас будет дальше у нас здесь впереди по пути сейчас они пойдут вот они наклоняем вес гонщика вперед и просто сейчас еще раз попробую просто меня наклонила в общем другую сторону вот 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 видели вот эти сраные кочки про которые я говорил то есть когда мы на дне на них наезжаем перед тем как коснуться самую первую эту ебаную кочку вам надо наклонить вес гонщика вперед то есть сейчас еще раз покажу блядь выровнять его конечно тяжело это не получилось почему-то блядь я наезжаю на эти сраные коробки блядь и просто вылетаю из карты ну то есть вы поняли принцип перед тем как наезжаем на них надо просто наклонять вес гонщика вперед и тогда вы когда вы выдержите так сказать этот натиск опять чтобы я не играл на этой карте уже хреново наверное с месяц может побольше поэтому я уже забыл просто где что как нажимать это надо поездить на этой карте несколько чуть-чуть часов и тогда принорвиться к управлению потому что часто просто полно трындец я ничего не могу сделать ёпт вывать вот я сейчас данный момент выжил не упал только потому что я наклонил мотоцикл как вот я и говорил то есть переднее колесо вверх заднее вниз сейчас будет еще раз вторая попытка буду приближаться приближаясь к этому участку с неровной дорогой второй момент который мне бесит в этой игре то что когда вы играете от первого лица бывает такое что вы не видите что у вас камера как бы не наклоняется вот как сейчас был момент камера слишком высоко смотрят вверх то есть я ее по моему уже максимально вниз наклонил больше некуда просто все равно я не вижу что у меня там с мотоциклом происходит как ебучий шерлок холмс просто разгадывать эти загадки что там происходит давайте еще раз короче вот в принципе все надеюсь моё видео вам помогло идите в пизду так что все на канале ну но интересно и ну